Есть ведь не только газовые трубы, есть нефтетрубы, нефтепроводы, которых ничуть не меньше, чем газопроводов. Перепоправки к одному лишь закону о газоснабжении, они картину никак не поменяют. Есть трубы, которые принадлежат транснефти, есть трубы, которые принадлежат, допустим, лукоилу и так далее. И говорить о том, что поправки только в закон о газоснабжении может что-то решить, невозможно. То есть необходим отдельный законопроект, абсолютно отдельный, который бы именно касался компенсационных выплат людям, которые попали в данную ситуацию. Я знаю, что такой законопроект готовился в Государственной Думе, именно касаемо выплаты компенсации людям, которые не по своей вине, в первую очередь, попали в эту ситуацию. Какая позиция на сегодняшний день у тех же эксплуатирующих организаций? Во всех процессуальных документах, которые я наблюдал, и у меня эти документы есть, позиция у них такая, что снос строения не является санкцией за виновные действия. Но если это не является санкцией за виновные действия, то, соответственно, должна быть равноценная компенсация. Об этом, кстати говоря, сказал и сам Петербургский госуниверситет, который сделал заключение по научно-правовое по данной проблематике, где четко было указано абсолютно, что невозможен снос без равноценной компенсации, если человек не мог знать и не знал о том, что какие-то находятся рядом трубопроводы. Какие там еще есть слабые места в этих поправках к закону о газоснабжениях, на Ваш взгляд? Слабые места заключаются в том, что, на мой взгляд, что непродуманные вопросы компенсации, в первую очередь, непосредственно, то есть как и зачищивать непродуманные вопросы о том, как будет вопрос решаться, каким образом воплачивается механизм, не прописан этих компенсаций, непродуманно, по моему мнению, то, что речь идет о строениях, которые были возведены до вступления в силу этих поправок, как предполагается. То есть основная масса строений, о которых идет речь, основная масса строений, они были построены уже при наличии труб, которые были зарыты в землю. Законопроект предполагает, что дома эти должны были быть построены до прокладки труб, то есть дома раньше, трубы позже. Но таких ситуаций крайне мало, когда трубы прокладывают уже по территориям, где уже есть строения. То есть основная масса, она оказалась не затронутая, основная масса строений. Поэтому, в принципе, этот законопроект, именно в данной ситуации, проблему массовости никак не решал. Вот это, я считаю, одно из самых слабых его мест. Продолжение следует...